Главные новости кино сегодня. Ханс Циммер начал работать над музыкой к Дюне 3. Ханс Циммер, написавший музыку для фильмов Дюна и Дюна 2 часть, уже приступил к работе над музыкальной композицией к потенциальному третьему фильму, несмотря на то, что часть 2 только что вышла на экраны. И режиссер Дэнни Вильнев недавно поделился планами на следующую часть. Мессия Дюне. Заявив, что не собирается торопиться с выходом фильма, Ханс Циммер уверен, что поступает верно. Я начал работать над продолжением, потому что уверен, что оно будет одобрено, а также потому что я считаю, что для меня будет полезно продолжать создавать музыку. Я, возможно, вдохновлю Вильнева на некоторые идеи. В частности, заявил лауреат премии. Ханс Циммер также рассказал о планах записать песню с исполнителем роли Гурни, Джошем Бролином, для следующего фильма. У нас с Джошем, вероятно, есть 2 или 3 песни, которые не вошли в первый фильм. Я считаю, что нам нужно довести это намерение до конца. Но будем ждать третью часть. Рбекка Фергюсон снимется в триллере Тимура Бекмамбетова. Актриса составит компанию Крису Прату в триллере «Милосердие». Звезда Дюны и ее продолжение Рбекка Фергюсон присоединилась к Крису Прату в научно-фантастическом триллере «Мерси», который Тимур Бекмамбетов снимет для студии Amazon. В центре сюжета фильма по сценарию Марка Ван Белли находится детектив, которого обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Детективу придется доказать свою невиновность и раскрыть заговор. Совместным производством фильма, действия которого разворачиваются в недалеком будущем, займутся студии Amazon, Atlas Entertainment и Bell. Среди исполнительных пронюсеров – Чарльз Ровен, Роберт Амидон и сам Бекмамбетов. Производство триллера начнется весной 2024 года. Сумерки станут анимационным сериалом. Lionsgate разрабатывает аниме-сериал по произведениям Стефани Майер. Знаменитая вампирская мелодрама «Сумерки» возвращается в новом формате. Согласно заявлению вице-президента Lionsgate Майклу Бернсу, которое он сделал на прошедшей. Накануне пресс-конференции студия активно работает над анимационной и телевизионной версией «Сумерок», основанной на произведении Стефани Майер. «Мы планируем выпустить анимационный сериал по мотивам «Сумерек», и я уверен, что он вызовет большой интерес, в частности, заявил Майкл Бернс». Напомню, что впервые сериали по мотивам цикла романов «Сумерки» заговорили в апреле 2023 года. На тот момент речь шла скорее об игровом сериале, однако последние новости подтверждают, что студия планирует выпустить именно анимационный сериал. Пока неизвестно, в каком стиле будет выполнена анимация, но стоит отметить, что серия книг Майер уже послужила вдохновением для создания трех графических новелл в стиле манго. Сериал о вселенной Джона Уика запущен в производство. Сериал, посвященный наемному убийце Джону Уику, продвигается в работе, о чем на прошедшей накануне конференции заявил вице-президент Лансгейта Майкл Бернс. По его словам, студия планирует предложить предстоящий телепроект различным стриминговым платформам и сетям для дистрибьюции. В нашем распоряжении имеется отличная экшн-франшиза с Кену в главной роли, и это будет телевизионный сериал. В частности, заявил руководитель студии. Напомним, что в ноябре 2023 года идейный выхновитель и постановщик боевиков с участием Кену Ривз в замчат Стохельске намекал на сериал о Джоне Уике, в работу над которым он был вовлечен гораздо активнее, чем то было сериалом-приквелом «Континенталь», где он выступал в качестве консультанта. Стохельске заявил, что у команды сценаристов есть ряд идей, которые он одобряет и готов воплотить любую из них, как только представится шанс. Режиссер и исполнительный продюсер подчеркнул, что именно представление о том, каким образом их все можно реализовать, и признавался, что работать над историями о Джоне Уике и ему никогда не наскучит. Вселенная Джона Уика, начало которой было положено в 2014 году, за прошедшее десятилетие обзавелось тремя полнометражными сиквелами, сериалом-приквелом «Континенталь» и предстоящим полнометражным спин-оффом «Балерина», выход которого ожидается 6 июня 2025 года. Уточнен график выпуска режиссерской версии «Мятежной Луны». Зак Снайдер поделился деталями о релизе расширенной диалогии на Netflix. Режиссер диалогии «Мятежная Луна» Зак Снайдер удовлетворил любопытство фанатов его творчества, рассказав, когда можно ожидать появления режиссерских версий фильмов. «Мятежная Луна» первая и вторая части на Netflix. По словам постановщика, обе части выйдут одновременно, поэтому зрители получат шанс посмотреть расширенные варианты обеих картин одновременно. Мы пока не установили точную дату, но, скорее всего, это произойдет летом», заявил Зак Снайдер в интервью «Миллениум». Напомню, что приключенческий боевик «Мятежная Луна» часть 1 «Детя огня» был выпущен в декабре 23-го года, а премьера продолжения «Мятежная Луна» часть 2 состоится на Netflix 19 апреля 24-го года. В интервью Зак Снайдер также напомнил, в чем будет заключаться отличие между первоначальной версией фильмов и режиссерской. Для зрителя это будет интересный опыт, потому что режиссерские версии приблизительно на час длиннее, чем оригинальные, но и отличаются от PG-13, поэтому я считаю, что здорово будет посмотреть историю в течение 6 часов подряд. Также режиссер Зак Снайдер удивился ненависти зрителей к нему. Режиссер и создатель провалившихся фильмов «Лига справедливости» и «Мятежная Луна» и иных неуспешных проектов удивлен ненависти со стороны многих зрителей. В одной из недавних статей говорилось Зак Снайдер любить его или ненавидеть. Я такой, ненавидеть его? Я не понимаю, что? Это же просто фильмы. У меня нет проблем с тем, кому что-то не нравится. Тем, что кому-то не нравится фильм. Вопрос не в этом. Кого это вообще волнует? Этого достаточно, чтобы ты меня возненавидел? Я этого не понимаю. Пожаловался режиссер в подкасте Джо Рогану. По словам Зака Снайдера, он осознает, что для многих людей кино своего рода религия. Это выброс образа жизни. Для них это не просто кино. На каком-то уровне вы должны признать, что это их религия. И они сильно переживают по этому поводу. Но правда в том, что это и моя религия тоже, добавил он. В карьере режиссера было множество крупных провалов. И почти все они произошли во время сотрудничества со студией Warner Brothers. Помимо уже упомянутых выше кинопроектов, неудачно завершился прокат таких фильмов, как «Хранители», «Легенды ночных стражей» и «Запрещенный прием» и других. Но вторая часть «Мятежной луны» выйдет 19 апреля 2024 года. TikTok стал основным спонсором церемонии «Оскара 2024». Власти США намерены запретить глазного спонсора «Оскара». Компания Disney полностью распродала свой рекламный инвентарь телетрансляции церемонии «Оскара 2024», которая состоится уже в воскресенье. В официальном пресс-релизе утверждается, что китайская компания TikTok выступит одним из основных спонсоров первой в своем роде прямой трансляции с красной ковровой дорожки. Также «Оскара 2024» поддерживает бренд «Текилы» Don Julio, производитель часов Rolex и Bank of America. Комитет Палаты представителей США единогласно проголосовал за законопроект, который сделает TikTok недоступным в США. Примечательно, что одновременно с заключением американскими компаниями крупных рекламных контрактов власти продолжают активно продвигать запрет на использование TikTok. Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками, уже прошел согласование Конгрессе. В случае принятия закон заблокирует доступ в США к приложениям, принадлежащим материнской компании TikTok, китайской ByteDance. В магазинах Apple и Google. А TikTok отреагировал на законопроект заявлением. В документе говорилось, правительство США пытается лишить 170 миллионов американцев их конституционного права на свободу выражения мнений. Это нанесет ущерб миллионам предприятий, лишит артистов аудитории и лишит средств к существованию. Бесчисленное множество предпринимателей во всей стране. Игра Watch Dogs будет экранизирована студией New Regency. Главную роль в Watch Dogs сыграет звезда фильма 2.3. Демон Приди. Адаптация видеоигр становится все более масштабными. Такие шоу, как Одни из нас, процветают на канале HBO. В то время как сериал Fallout выходит в следующем месяце. Следующая популярная видеоигра, которой предстоит экранизации, станет Watch Dogs студией Ubisoft. Главную роль сыграет Софи Уайлд, которая в прошлом году снялась в фильме ужасов 2.3. Демон Приди. Режиссером назначен Матье Тури, который будет снимать по оригинальному сценарию Кристеля Блан. Действие разворачивается в вымышленных версиях реальных городов в разные моменты времени. И сюжет следует за главными героями-хакерами, которые, преследуя разные цели, оказываются вовлеченными в преступный мир своих городов. Антагонистами обычно являются коррумпированные компании, криминальные авторитеты и конкурирующие хакеры, которые используют преимущества сети ООС, вымышленной вычислительной сети, которая соединяет все электронные устройства в городе в единую систему и хранит личную информацию о большинстве граждан. У игрока также есть доступ к СТО, которое можно использовать для управления различными устройствами, помогающими ему в бою скрытности или решения головоломок. Приключенческая игра в жанре-экшен Watch Dogs была выпущена в 2014 году, за ней последователь два продолжения в 2016 и 2020 годах. Николас Кейдж сражается с постаполиапокалиптическими чудовищами в трейлере фильма Аркадия. RLGA Films представила первый трейлер хоррор-экшена Аркадия. Моя главная роль в фильме сыграл Николас Кейдж. Его персонажу, отце с двумя сыновьями, не повезло пережить апокалипсис. Судя по всему, вызвано загрязнением атмосферы Земли. Но это еще не самое страшное. Появились опасные существа, желающие довести остатки человечества до полного вымирания. Остановить их может только деревянная дверь, но даже за ней невозможно прятаться бесконечно. Поэтому центральные персонажи решают учудить акцию возмездия. Ну и трейлер. Фильм, наверное, будет в стандартном стиле последних фильмов Николаса Кейджа. 12 апреля. А, уже скоро. Да, 12 апреля выходит. Это кино. Хидео Кодзима в восторге от Дюны 2. Фантастический эпик Дэнни Вильнева. Дюна часть 2 занимается тем, что ему предсказывали. Подстегивает мировой кинопрокат, собирая кассу. Пока режиссер горестно рефлексирует, мол, телевидение испортило современный кинематограф, а критики яростно нахваливают его детище. Нашелся уником, который совместил эти подходы. Имя ему Хидео Кодзима. Знаменитый геймдизайнер опубликовал в соцсетях отзыв на фильм Дюна часть 2. Несмотря на размеры поста, эмоции в нем бьют через край. Даже такой поклонник кино, как я, стал задумываться о том, что пора начинать смотреть фильмы на смартфоне или планшете. Но когда я посмотрел Дюну часть 2, мои жесткие убеждения рассыпались песком. Фильм скрупулезно отображает выдуманный мир Арракиса, воплощая его в жизнь с беспрецедентной детализацией и реализмом, изображая революцию и любовь, страх и благоговейный трепет с одной стороны, но очаровывает разрушением и эстетизмом, красиво наслаивая одно на другое. Фильм будто кричит «это кино» и отсыпает специи, в которых мы нуждаемся, чтобы жить. Этот шедевр Дэни, вероятно, станет тем сопротивлением, которое сильно отсрочит засилие подписочных сервисов. Как видно, тонкий ценитель киноискусства тоже верит в неповторимость кинотеатрального опыта, который не воспроизвести в домашних условиях, но и между делом восхищается экранизацией. Кристофер Нолан получил огромные выплаты за Опенгеймера. Большой коммерческий успех фильма «Опенгеймер» обеспечил Кристоферу Нолану долю от каждого заработанного фильмом цента до того, как студия Universal Pictures возместит свои расходы. Общая сумма составляет примерно 72 миллиона долларов до вычета налогов после того, как режиссер выплатит гонорару своему агенту и адвокату. Доходы Кристофера Нолана продолжат расти по мере того, как Опенгеймер будет перепродан стримингом и будет лицензирован для домашнего просмотра. Мне задают вопрос, что я думаю о состоянии кинобизнеса, а я действительно не знаю, как ответить. Мы только что выпустили трехчасовой фильм о квантовой физике с рейтингом R, и он заработал почти миллиард долларов. Вот что. Очевидно, мы видим, что аудитория есть, и они рады увидеть что-то новенькое, комментировал постановщик. Адам Сэндлер заработал больше всех актеров в 2023 году. Список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда возглавил Адам Сэндлер. Оказался самым успешным голливудским актером 2023 года. Он заработал в общей сложности 73 миллионов долларов. Большую часть этой внушительной суммы он получил в результате успеха успешного сотрудничества со стримингом Netflix, который в частности выпустил фильм «Загадочное убийство 2» и мультфильм «Лео», в создании которых принимал участие Адам Сэндлер. На втором месте оказалась звезда фильма Барби, Марго Робби, общий заработок которой состоял 59 миллионов долларов. Сюда вошел не только ее актерский гонорал, но и различные выплаты, положенные ей, как параду Дюссеру. Третье место в мире в рейтинге занял Том Круз, в активе которого не только шпионский боевик «Миссия невыполнима 7», но и продолжавшие поступать выплаты от показов фильма «Топ Ган», вышедшего годом ранее. Том Круз заработал более 45 миллионов долларов. По 43 миллиона долларов смогли заработать Райан Гослинг, участвовавший в фильме «Барби» и Мэтт Дэймон, сыгравший в биографической драме «Опенгеймер» и принимавший участие в продюсировании ряда кинопроектов. Что касается Адама Сэндлера, в 2024 году зрители могли оценить его новую работу в картине «Космонавт», которую финансировал стриминг Netflix. Ну и напоследок лучший российский зарубежный сериал марта 2024 года. 1 марта выходят полностью выдуманные приключения Дика Турпина на Apple TV. Историческая комедия Об английском преступнике Дики Турпине, чья жизнь и деяние приобрели романтический орел после его казни через повешение в 1739 году в Йорке по обвинению в краже лошадей, в сериале, которому критики уже спели свои дефекты Брамбо. Главарь и его банды переживают серию опасных приключений, на протяжении которых они пытаются перехитрить протажного стража закона и охотника на воров Джонатана Уайлда. 3 марта выходит сериал «Режим» от HBO Max. Шестисерийная сатирическая драма «Скейту» и институт главной роли. В центре сюжета окажется канцлер одной вымышленной европейской страны, с арифтократным, с авторитарным режимом, которая пытается удержать власть, пока ее режим катится на дно. Помимо Уинслит в сериале отметились Хью Грант, Матья Шонартс и Андреа Райсборо. Шоураннером проекта выступил Вилл Трейси, один из сценаристов-наследников в режиссерском кресле. Стивен Фрирс. 4 марта камера «Мотор ТНТ». Это российская суперсекс-нетфликс. Биографическая драма посвящена жизни и карьере знаменитого итальянского порно-актера Рокко Сифреди, который с конца 80-х снялся в более чем 1300 фильмах для взрослых. 7 марта «Джентльмены» – телевизионный дебют самого работоспособного парня в Голливуде Гая Ричи. В восьмисерийном спин-офисе своего одноименного фильма он расскажет историю Эдди Халстеда, аристократа, который получает наследство в огромное семейное поместье. Прибыв в это поместье, он обнаруживает, что на его территории развернулась целая империя по выращиванию марихуаны. Ситуация осложняется тем, что владельцы этой империи не желают никуда уходить. Кроме Джеймса в касте сериала «Дмитильская» с Калдер Ларио, Винни Джонс, Рэй Уинстонли, Джон Карло Эспозито и другие. «Сигнал» от Netflix – четырехсерийный немецкий фантастический сериал. Ученая, находящаяся на борту международной космической станцией, бесследно исчезает во время возвращения с орбиты. В процессе поисков ее семья пытается разобраться с загадкой, которую оставила исчезнувшая, и разгадка, которая может потрясти весь мир. Неверный Винг Российский сериал Курьеры Российский опять сериал Банда в поисках сокровищ от Netflix Хотите приключения на пятую точку? Один авантюрист как раз собирает команду талантливых проходимцев для поисков сокровищ Змейного короля на Ривьере Майя. Режиссером приключенческого боевика является автор сценария и режиссер «Веселых каникул». Охота Премьера исторического триллера, основанного на реальных событиях в поисках убийцы Авраама Линкольна, Джошу Уилксабута Поисками преступника руководит соратник 16-го президента США и его военный секретарь Эдвин Стэнтон Семисерийный триллер, снят по книге Джеймса Солнцена «Охота на человека» 12-дневная погоня за убийцей Линкольна Наследие 11 человек Стэн Это, видимо, телеканал или стриминг Комедийно-детективный сериал о парне по имени Эдди Банковском кассире, который приезжает в крошечный австралийский городок с населением 12 человек, чтобы распутать тайну исчезновения своего отца Все 12 серии будут доступны в день премьеры Яблоки никогда не падают От Пикок Для тех, кто устал ждать возвращения Большой Маленькой Лжи с третьим сезоном Пикок приготовил подарок – экранизацию еще одного бестселлера Лианы Мариарти Яблоки не падают никогда В центре сюжета исчезновение любимой жены и матери четырех взрослых детей Джой Супругу Джей Стэну Их детям придется пересмотреть всю их жизнь, которую они прежде считали счастливой Девушка в автобусе Дестерез серийная трагикомедия, вдохновленная книгой Эми Чозик В погоне за Хиллари По сюжету четыре журналистки путешествуют по стране и отслеживают ход президентской кампании В процессе они находят дружбу, любовь, а также раскрывают заговор, который может уничтожить не только кандидатов в президенты, но и саму демократию Одну из главных ролей в сериале сыграла Карла Гуджина В день премьеры будут доступны две серии Также в первой половине марта с новыми сезонами среди прочих возвращаются сериалы 9.1.1. Служба спасения и анатомия страсти На этом все Подписывайтесь Узнавайте новости Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok